На данный момент в Хрыстане реализуются амбициозные и очень важные для нашей страны проекты. Это Камаратинская ГЭС-1, которая после завершения добавит 40% к нынешнему объему производства гидроэлектроэнергии в Хрыстане. Реализация этого проекта не только полностью обеспечит нашу страну электроэнергией, а также даст возможность экспортировать вырабатываемую энергию. Также ведется работа по реализации проекта железной дороги Китай-Хрыстан-Узбекистан. С ее строительством мы превратимся из тупиковой страны в транзитную. В год по этой железной дороге будет перевозиться от 7 до 13 миллионов тонн грузов от транзита, мы будем получать выгоду. Кроме того, будет обеспечен короткий выход к океану и установлены торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы. Глава Кабинета министров на недавно прошедшей коллегии Министерства экономики рассказал, что в сфере транспортно-логистической системы необходимо поддержать проекты, направленные на вывод Кыргыстана из транспортного тупика и на создание торгово-логистических центров. К сожалению, находясь в таком выгодном географическом положении, Кыргызстан до сих пор не нашел свое место, как торговый порт и, будучи между двумя мировыми гигантами, не раскрыл свой потенциал. Мы уже приступили к строительству железной дороги Китай-Хрыстан-Узбекистан, которая свяжет почти 4 миллиарда человек и расширит географию грузоперевозок из Азии в Европу. На этот год руководство государства также поставило амбициозный план. Это открытие более 100 предприятий. За первое полугодие уже был открыт ряд новых предприятий и возобновлена работа заводов, которые ранее простаивали. Завод Джунда, расположенный в городе Харабалта, простаивал с момента пандемии и не работал. Но с сентября прошлого года здесь работа началась в тестовом режиме. На заводе проходит модернизационная работа, в результате которого здесь смогут производить высококлассные бензин и дизельно-топливого класса К4 и К5. Модернизационную работу планируют завершить до конца следующего года. После модернизации здесь смогут работать не 400 сотрудников, а более 1 тысячи. В настоящее время завод перерабатывает 85% от всех производимых ГСМ в Кыргызстане. Здесь производится бензин марки АИ-80, АИ-92, дизельное топливо, мазут и печное топливо. Проектная мощность данного завода – 800 тысяч тонн в год. Благодарим главу государства и главу кабинета министров за поддержку, которую они оказали нам. Создали условия для нашей работы. Мы будем продолжать сотрудничество с правительством Кыргызстана и продолжать нашу работу по производству и модернизации завода. Джунда – это одно из производств в Кыргызстане, которое вносит значительный вклад в развитие экономики страны. За всё время существование данное предприятие выплатило налоги в размере более 10 миллиардов сомов. Этот год станет началом больших перемен. Мы надеемся, что у нас будет такой же большой успех, как и в странах Восточной Азии. Если их успех известен как прыжок тигра, то мы хотим продвинуться вперёд, сделав прыжок барса. Экономический рост Кыргызстана демонстрирует устойчивое развитие. Средний темп роста ВВП в прошлом году составил 7%, а в первом квартале этого года ускорился до 8,8%. Согласно данным надстаткома, в первой половине этого года рост экономики составил 8,1%, а без учёта месторождения кумтур – 9,9%. Объём ВВП составил более 559 миллиардов сомов. Ахлбек Чапаров отметил, что в этом году в рамках столетия со дня образования Кыргызской автономной области в республике будет открыто 136 новых производств. Министерство экономики и коммерции должно поддерживать эти и другие предприятия, а также научиться защищать внутренний рынок, создав благоприятные условия для введения деятельности. Министерству экономики необходимо обратить внимание на развитие товарных бирж, а также разработать программу развития экспорта, в которой будут предложены инициативы по импортозамещению и продвижению отечественной продукции. Глава Кабмина добавил, что на данный момент достигнутые промежуточные успехи – это не повод для самоуспокоения. В 2007 году рост ВВП в первом полугодии составлял 12%. Необходимо продолжить дальнейшую работу по стимулированию роста экономики, отметил Ахлбек Чапаров. Для реализации амбициозных планов государства очень важна эффективная работа государственной налоговой службы. Проводимые налоговые реформы дают свои результаты и ежегодно показатели налоговых сборов увеличиваются. За первое полугодие ГНС перевыполнила установленный план на 5,2 миллиарда сомов. Всего за указанный период было собрано 138 миллиардов сомов налоговых и страховых взносов. Налоговые сборы по областям выглядят следующим образом. Больше всего налогов было собрано в городе Бишкек 72 миллиарда сомов. В прошлом году за аналогичный период данный показатель в столице составлял 60 миллиардов сомов. На втором месте по сборам налогов находится Чуйская область – 7 миллиардов сомов. В прошлом году этот показатель составлял 5 миллиардов. Показатели в остальных регионах страны выглядят следующим образом. За первое полугодие 2024 года почти в каждом регионе Кыргызстана было собрано больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Мы также работаем над обеспечением выставления электронных счет-факторов при движении товаров. На сегодня коллеги мы озвучили движение оборот трех направлений. Это растительное масло, алкогольные напитки, а также обычные сахаросодержащие напитки, газорывки. Как на слайде было видно, то что в некоторых регионах данная продукция вообще официально не фиксируется, или она значительно ниже. То есть по этим, по товарным позициям также будем работать. Росту налоговых поступлений и выводу экономики из тени помогло и увеличение числа контрольно-кассовых машин по стране. На сегодняшний день их количество превысило 100 тысяч устройств, что в шесть раз больше, чем три года назад. В ГНС ведут работу по автоматическому созданию налоговых отчетов в личном кабинете налогоплательщика, а также по онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей. Имеется мобильное приложение САЛЭК и другие проекты. Несмотря на хорошую статистику, ГНС сталкивается со следующими проблемами. Необходимо обновить серверы и улучшить их мощности с запасом. Наблюдается также нехватка рабочих мест для налогоплательщиков. Также необходимо постоянно улучшать знания и повышать квалификацию сотрудников в сфере знаний БигДата. Вместе с вашим новым зданием мы начали строительство нового дата-центра для вас. В будущем у вас будет больше поручений, денег будет больше. Вместе с тем будет увеличиваться и ваша база налогоплательщиков. Поэтому ваши серверы должны соответствовать мировым требованиям. Кроме того, налогоплательщики в течение пяти лет должны изучить IT. Это требование времени. Председатель Кабмина отметил хорошую работу налоговиков и добавил, что несмотря на положительные результаты деятельности налоговой службы, перед фискальным органом стоят новые задачи, связанные с минимизацией теневой экономики и дальнейшим усилением качества налогового администрирования. Сеймух Мусаев, Руслан Бараненко, ЛТР. Итоги недели.